Пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры молодежи – вот цели краевых детских спортивных игр «Спорт против наркотиков». Смотрите наш репортаж с финальных соревнований этих игр. Славянс на Кубани уже принимал престижные для юных спортсменов соревнования. Победители зонального этапа, а это самые сильные команды, собрались в легкоатлетическом манеже «Олимпиец», чтобы выявить сильнейших в Краснодарском крае. На торжественном открытии заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения Центр развития спорта Руслан Александров сказал слова на путствие ребятам и пожелал им спортивной удачи. У нас присутствует 12 команд из 10 муниципальных образований. Это лучшие команды, которые продемонстрировали прекрасную физическую и спортивную форму в рамках отборочных зональных соревнований, краевых спортивных игр «Спорт против наркотиков». Это традиционные соревнования, которые славянс на Кубани встречает не впервые. И здесь созданы все условия для того, чтобы ребята могли показать свою прекрасную спортивную форму. Все участники соревнований хорошо готовились к ним и были настроены на то, чтобы добиться отличных результатов. Команда из Анапы была уверена, что выступит успешно. Мы стараемся, чтобы наши несовершеннолетние дети принимали максимальное участие в наших спортивных мероприятиях, которые мы проводим в муниципалитете. Конечно, мы готовимся к каждому этапу, и это не исключение. Мы тоже готовились, мы были на зональном этапе здесь, достигли результатов. Мы переосмыслили, улучшили свой результат. 16 числа провели еще один зональный этап у себя в муниципалитете. Самые лучшие сейчас приехали на край. Настроены положительно. Постараемся выложиться на полную мощность, как и выкладывались в муниципалитете. Достойный результат надеемся мы показать. После выполнения участниками соревнований ряда нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» им предстояло проверить свои силы в формате эстафеты, где командная сила, духа и воля к победе помогли лучшим командам подняться на пьедестал почета. В командном зачете места в первой группе распределились так. Победила команда из Анапы, на втором месте краснодарцы, на третьем – ребята из Кореновского района. Я очень рада, что мы победили в спортивных играх, в спорт против наркотиков. Сначала я очень сильно переживала, думала, что мы проиграем, но потом я все равно верила, и мы победили. Мне очень нравится, я рада, буду дальше продолжать заниматься спортом. Во второй группе первое место завоевала команда из Каневского района, на втором месте – Тимошевцы, на третьем – команда Краснодар-2. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбико, психологов-�avait сcycle 수ч esper currently в Кране.